МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, открывайся. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, котенок. Вау, вот это круто. Вау. Вау, обалдеть. Вау, обалдеть. Сыночка, что случилось? Он хотел меня съесть. Он съест меня. Покажи. Господи, идем. Идем, идем. Давай, идем. Давай пока рассмотрим новое дело. Я, правда, не знаю, насколько это серьезно. К нам обратился управляющий крупной строительной компании Владимир Комаров. Он утверждает, что в комнате его сына поселилось нечто. Тролль. Это уже сказки какие-то. Ну, это описание со слов десятилетнего мальчика. Кирилла, сына Владимира. Обычная уловка детей, чтобы привлечь к себе внимание родителей. Ну, у отца солидная должность. Он явно мало уделяет времени ребенку. Вот парень и выдумывает все что угодно. Ты не спеши с выводами. Читай дальше. Может, там есть еще показания Анны, домработницы. Что-то великое и страшное. Велатень, урод, увысь в уродах. Может, ребенок отравился чем-то? И домработница вместе с ним. Нет, это вряд ли. Мама мальчика Наталья не работает. И все свободное время посвящает ребенку. У них и спортивные кружки, и дополнительные занятия. Сам он один из дома не выходит. Поэтому съесть что-нибудь или выпить без присмотра он вряд ли смог. Футбол, каратэ, фехтование, кружок юных биологов, олимпиады. Ничего себе. График у ребенка. Андрей, ну не каждый взрослый выдержит такой график. А тут 10-летний мальчик. Да, видения вполне могли быть вызваны переутомлением. Но опять-таки Анна домработница. Она тоже видела что-то странное. А может, домработница просто покрывает фантазии ребенка? Ну, сидя в офисе, мы в любом случае не найдем ответа на эти вопросы. Поэтому отправляйся к Комаровым, пообщаешься с ними и на месте разбирайся. Нужна будет помощь, обращайся к Марине. Она сейчас на другом расследовании, но, думаю, не откажется помочь. Семья Комаровых проживала в одном из престижных жилищных комплексов столицы. Евгения встретила Анна, домработница. Анна, проходьте, будь ласка. Хозяйка зараз выйдет до вас. Вы облаштовывайтесь, а я приготовлю чаю. Спасибо. Мой помощник обратил внимание на награды и медали Кирилла, которые гордые родители мальчика разместили на самом видном месте. Да, Кириш у нас очень активный мальчик. Даже удивительно, как ему удаются все эти виды спорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Евгений, это Андрей Дебриев. Я Наталья, мама Кирилла. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мне Андрей рассказывал о видениях Кирилла, но, глядя на его спортивные успехи, возможно, это связано с большими нагрузками. Да, это первая мысль, которая пришла к нам с мужем в голову, но отдых не помог, и невропатолог не подтвердил переутомляемость. В таком случае, как обстоят дела с компьютером? Сколько времени он проводит в интернете, за игрушками? У него больше двух часов в день. Да у него и времени на это нет. Я вообще противник того, чтобы ребенок просто сидел за компьютером. А сами, лично, вы замечали что-то странное в квартире? Ну, собственно, я одна и не замечаю. Но муж постоянно слышит какие-то звуки, шорохи в комнате Кирюши. Мы сто раз все перепроверяли. Ну, там никого нет, никого быть не может. Это невозможно. А вот Анна, кстати, может быть, я ее позову, она сама все расскажет, хорошо? Анна, а подойдите, пожалуйста, к нам. Сейчас она расскажет. Анна, что вы видели? Анна рассказала. Она первая заметила, что с комнатой Кирюши творится что-то неладное. Какой-то я прибирала комнату Кирилла и слышала, как в комнате появился еще кто-то или что-то. Повияло холодом и меня, как зацепило от страха. Я не могла понять своих ощущений. Ана не могла. Ана не могла. Анна лежала под кроватью мальчика. Домработница хотела их достать, но не смогла. Ролики что-то удерживала. Анна подумала, что ролики застряли или зацепились за что-то. Тетя, что случилось? Там паук. Не-не-не, винджептик. Ну ладно. Преодолев страх, женщина заглянула под диван. Но там ничего и никого не было. В тот день Анна мне все еще ничего не рассказала. Мы вернулись после катания на роликах. Анна мне выдает, мол, хочет уволиться. Но я начала расспрашивать, что случилось. Она ни в какую. Я уже думала, что втратила глузд. Ну не скажу ж я матері, что в комнате твоей дитини живет какое-то чудовисько. Тим больше Кирило тоди ні на что таки не скаржився. Ну відпросилася я на лікарняний, обстежилась. Сказала, что с головой у меня все нормально. Что, возможно, дитина меня разигрует. Зараз же таких игрушек понапридумывала, яких хочешь. Но я и заспокоилась. Я и не думала, ей-богу, что дитині что-то загрожает. Ну а потом что-то странное начал видеть Кирилл. Да, ночью. Он проснулся и кричал от того, что якобы на него кто-то напал. Мы подумали, ему страшный сон приснился, поэтому взяли его к себе. А коли я пришла зранку, вони мені видали оце про тролля. Ну, тоді вже і я розказала, що теж бачила його. Скажіть, а це, як ви говорите, тролль, він тільки в детсій появляється? Так. Але чутно його і в інших кімнатах. Хозяин теж його чут. Да, Вова теж слышала несколько раз, какой-то хрип і вой в Кирюшіній кімнаті. Але я нічого не вижу, нічого не слышу. Я не понимаю, як це може бути? Женя, може б у вас є якісь якісь версії на цю тему? Увы, але нет. Недостаточна інформація для того, щоб відбігати якісь версії. Наскільки я знаю, ваш супруг работает в престижной строительной компанії. Да, це так. Возможно, у нього є недругі, які пітається йому отомстити, запугивая вашого ребенка. Але як? Ми живемо на 12-м этаже. Це через окно, що ли? Це невозможно, нет. І ви ж видели, наш комплекс сохраняється і вход тільки по пропускам. В такому власній, сусіді, хтось із близьких, родственники. Ну, подумайте хорошенько, хто може желати зла вашей семье. Я не знаю. А Кирилл сейчас у себя? Да, у себя. Готовится у нас на носу Олимпиада по литературе. Я могу його позвать? Не стоит. Если позволите, я сам к нему подойдусь. Да, конечно. Спасибо. А он випад, да? И там Тим прийдувала. Привет, Том Тим. В комнате Кирилла был целый мини-зоопарк. Мальчик с гордостью показал моему помощнику обитателей аквариума и лягушку, которая жила в отдельном террариуме. Несмотря на то, что загадочный тролль появлялся именно в его комнате, он не собирался отсюда переселяться. Уже нет. Я все рассчитал. Тролль появляется только ночью. Вернее, тетя Аня видела его днем. А ко мне приходит только ночью. А днем я могу быть тут сам. А ночью иду спать в комнату родителей. Ну, это правильно. Слушай, а этот тролль, он разговаривает? Ну, может, он говорил, что он хочет от тебя? Чего пришел к тебе? Хотел съесть меня. Однажды вечером, после поздней тренировки, Кирилл пришел домой и собирался сразу же лечь спать. Когда мальчик стал переодеваться, ему показалось, что в комнате кто-то есть. Он осмотрелся. Вокруг не было никого, кроме его питомцев. Кирилл, Кирилл, Кирилл! Что с тобой? Кирилл! Кирилл! Миленький, что с тобой? Сыночек. Я говорила маме, что тролль под кроватью. Она посмотрела, никого нет. На следующий день мне не разрешили делать уроки. Папа повез нас в парк, и мы долго гуляли. Угу. Слушай, а до того, как вернулся домой, ты где был? Утром, понятно, ты пошел в школу. Евгений хотел выяснить, могло ли что-то спровоцировать эти видения. Возможно, с мальчиком происходило что-то необычное. Но Кирилл рассказал, что ничего особенного не было. В школе он ел привычную еду. И весь день провел в окружении взрослых. Я уже почти забыла об этом тролле, но он снова появился. Так, открывайся. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, котенок. Той ночью Кирилл пообещал маме, что не будет читать на ночь. Но как только мама покинула комнату, мальчик потянулся за своим планшетом. Но планшет словно засосало под кровать. Вау, вот это круто. Мальчику было жутко, но все же любопытно. Кирилл решил провести еще одно испытание. Он поставил возле кровати стакан. И неведомая сила затянула стакан под кровать. Мальчик пришел в восторг от этих фокусов. Он еще не знал, что следующим, кто станет жертвой этой неведомой силы, будет он сам. А, мама! А, мама! А, мама! Сыночка, что случилось? Он хотел меня съесть. Он съест меня. Покажи. Господи. Идем. Идем, идем. Давай, идем. Владимир Комаров утверждает, что в комнате его десятилетнего сына поселился тролль. Он двигает вещи, пугает мальчика и пытается затащить его под кровать. Свидетелем странных событий стала и домработница Анна. Так что же это за загадочное существо поселилось в комнате Кирилла? Женя, вы мне просили сказать, возможно, кто-то в моей семье желает зла. Так вот, я вспомнила. У нас на первом этаже живет цыганка. Наташа рассказала, что около полугода назад Кирилл, играя во дворе под присмотром Анны, случайно попал мечом в открытое окно на первом этаже. Это была квартира цыганки. Анна тут же позвонила Наталье, сказав, что цыганка напала на ее сына. Чего ты вчепилась? Это же дитина. Отпусти его. Кресина, ну немедленно отпусти его. Еще раз твоего недоумка под своим окном увижу. Не забравать вам всем. Прикни своего черного языка. Курка. Перестаньте. 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 Да чтоб вы сдохли. Все! Я предлагала врача вызвать, ведь у нее кровь была. Но Кристина отказалась. Хотя деньги за вазу вечером она взяла. Мы все вернулись лихвой. Может, это она отомстить хотела? Хотя с того случая столько времени прошло. Нечта огромная и страшная поселяется в детской у 10-летнего мальчика. Кирилл уверен, что это тролль. Кирилл единственный, кто видел этого монстра целиком. Но это не длилось и секунды. Домработница видела тень и мельком руку тролля. Отец мальчика слышал только странные звуки. А что, если это чья-то мистификация? То почему мать Кирилла не замечала никаких проявлений этого существа? А если тролль – это галлюцинация, например, вызванная токсином, находящимся в квартире, то почему этот токсин действует не на всех? Быть может, во всей этой истории действительно замешана цыганка, которая прокляла семью Комаровых. Евгений в тот же день встретился с цыганкой Кристиной. Да, было дело. Не скрою, поссорились. Но какое проклятие! Да еще из-за разбитой вазы. Вам самому не смешно? Было бы смешно, если б не было так грустно. Вы поймите, родители мальчика напуганы. С Кириллом после произошедшего вообще творится что-то странное. Послушайте, хоть на детекторе лжи меня проверяйте, я вам клянусь, никакой порчи, никакого проклятия я делать не умею. Если кто и заслужил проклятие, так их домработница. Змея психованная. Ну, не умею я порчи насылать, честно. Не хватает у меня зла для таких дел. А уж мальчику мстить точно не стало бы никогда. Тем более, что родители оплатили все затраты и долго за эту вазу извинялись. Кристина, я бы вам поверил. Но я привык верить фактам. Да не вопрос. Вот вам факты. У меня высшее образование, муж мой юрист, а вы, похоже, живете стереотипами. Если цыганка, то порча. А на дворе, между прочим, 21 век. Так, Кристина, я понимаю ваши эмоции. Но почему-то на вопрос. Кто желает зла семье Комаровых, Наталья вспомнила о вас. Бред какой-то. А домработница она не вспомнила? Вот кто должен Комаровых ненавидеть. Это еще почему? Кристина рассказала, что прежде чем устроиться на работу, Анна расспрашивала соседей о семье Комаровых и о Владимире. Ну вот, хочется до хороших людей влаштуватися. А я думаю, вы по-сусідски знаете, какие они ті Комаровы. Да вроде нормальные люди. Мы с ними особо не общаемся. А это не той Комаров, что півроку тому людину на смерть сбил? Ни о чем таком не слышала. Так, что там за история? Ну, она мне и выдала. Владимир Комаров сбил на смерть Павла Крамаря и отмазался. Я спрашиваю, откуда вы знаете эту историю? Она говорит, в интернете прочитала. Она ушла, я давай в интернет. Никакого Крамаря я не нашла. А потом, в списках на получение пропусков, я увидела фамилию этой Анны. И какая? Крамарь. Евгений тут же проверил эту информацию, связавшись со своим другом майором Кухаренко. Пришло подтверждение от Кухаренко. Владимир Комаров действительно сбил на смерть пьяного человека. Водителя хотели посадить. Внезапно оправдали. Ну, подожди. Свидетелем по делу проходила Анна Крамаря. Это что же получается? Что наша домработница была родственницей погибшего? Она его родная сестра. Ясно. Неужели Анна устроилась в семью Комаровых, чтобы отомстить за погибшего брата? И теперь пугает ребенка. И врет, будто она сама видела монстра. Но как ей удается морочить голову всей семье? Жень, нужно будет договориться с Владимиром. Мы установим в его квартире камеры наблюдения. А я попрошу Марину проверить все. Комнату ребенка, пищу, в общем, все, к чему имеет доступ домработница. Евгений в тот же день установил камеры. А Марина собирала в квартире образцы для анализов. Дома был глава семейства Владимир Комаров. Наташа повезла сына на тренировку. Владимира шокировала информация о домработнице. И то, что именно она могла подстроить все происходящее. Вы думаете, это Анна подсыпала нам отраву? Ну, честно говоря, вряд ли. И потом, почему на жену мою не действует? Можливо, в вашем рационе есть что-то, что вживаете вы с сыном, но не вживает дружина. У нее повышенная кислотность. Она практически не ест фруктов. Да и вообще придерживается диеты. Ну, об этом лучше с ней подробить, наверное. Угу. Можливо, вам не зручно разговаривать? Я могу обстежить, какими-то вашего сна. Да нет, это не из-за вас. Просто не хочу брать трубку. Ну, в будь-якому випадку я уже тут закинчила. И если вы не против, я обстежу кімнату вашего сна, пока он не повернулся. Да, конечно. Я попросил Марину сразу же проанализировать взятые образцы. Ну, кухня действительно чистая. Або ваша Ганна – профессиональная злочинница и приховала доказы, або она троила батька та сына, неведомую меню отрутую. А в крови ничего? Не. Ну, может, еще раз проверить? Ну, анализы я еще не закинчила. А может, проблема действительно в детячей? Мне позвонил Евгений. Алло, Андрей, Владимир видел его. Только что. Я еду туда. Через пятнадцать минут мой помощник уже был у Владимира. Это такая сила. Мощнейшая. И ты ничего не можешь с ней поделать. Мне, наверное, придется продать эту квартиру. Подождите. Ну, а если дело не в квартире? Давайте для начала убедимся в этом. Подумайте, вспомните, что с вами происходило до его появления. Да ничего особенного. Вы с Мариной уехали, вернулись жена с ребенком с тренировки. Мы поужинали. Кирилл лег в комнате у родителей. Попросил отца почитать ему перед сном. Владимир пришел в детскую за книгой и вдруг услышал какой-то шорох под кроватью. Мужчина решил проверить, что там. Но едва лишь он успел заглянуть под кровать. Как неведомая сила стала затягивать его самолок. Да! Ау! Помогите! Я видел его жуткие руки. Они схватили меня с такой силой, что я уж подумал, что останусь без ног. Потом у меня снова зазвонил телефон. Видимо, резкий звук как-то отпугнул его. И все прекратилось. Когда все это закончилось, я машинально выбежал из комнаты. Потом, конечно, вернулся. Отодвинул эту чертову кровать, но нет там для чего. Понимаете? Ламинат. Не под полом же оно живет. Еще сестра масло в огонь подливает со своим порталом. Не понял. Какая сестра? Ольга. Двоюродная сестра. Замнила себя великим экстрасенсом. Считает, что у Кирилла под кроватью портал. А чего вы раньше не рассказывали об этом? Ну, мы с ней не особо общаемся. Во-первых, она занимается всякими переворотами, магией. А жене это не нравится. А во-вторых, мы как-то с ней повздорили. И в тот день я попал в аварию. Человека сбыл. Короче, лучше не связываться. А у этой Ольги у нее может быть мотив для мести? Ну, может быть, вы претендуете на одно и то же наследство? Ну, у нас есть дед в Одессе общий. У него дом рядом с морем. Но дед-то жив. Ну, и разве такое можно подстроить? Видео со скрытой камерой подтверждало слова Владимира. Такое подстроить невозможно. Мужчину буквально засасывала под кровать неведомая сила. Но мои помощники обследовали комнату мальчика. Там нет ничего подозрительного. А тем временем у нас появилась еще одна версия. Сестра Владимира Ольга утверждает, что в комнате ребенка находится некий энергетический портал. И когда он открывается, в него начинает затягивать предметы и людей. Ни в какой портал под кроватью в детской я, конечно, не верю. А вот Ольга вызывает у меня подозрения, так как имеет прямой мотив против семьи Владимира. Наследство. Дедушкин дом на берегу моря. Домработницу Анну тоже не стоило сбрасывать со счетов. Евгений решил проследить за ней. Алло. Алло, Андрей. Наша домработница только что встретилась с каким-то молодым человеком. Передала ему конверт с деньгами. Самое интересное, что он припарковался на машине с надписью «Организация праздников». Не нашли это роль? Да, понял, иду. Я попросил Евгения немедленно выяснить, зачем Анна встречается с организатором праздников. Мого сына 16-ти реча наступного тижня, и мы с его друзьями вырешили влаштовать ему сюрприз. Евгена, вы что, стежите за мною? Анна, против вас очень много свидетельствует. И как только подтвердится дата, позвоните. Дякую за разумение. Выбачьте. Давайте поговорим. Давайте. Нам известно, что Владимир Комаров сбил вашего брата насмерть. Потом вы устраиваетесь к нему работать домработницей. Интересно. Вопрос, зачем? Так, вы правы. Я хотела помститься. У меня не было никакого плану. Думала, появится сам собой, когда ближе с ним познакомлюсь. Но вышло наоборот. Клянусь вам. Я поняла, что Володя невинный. А потом я до Наталки с Кирюшей привязалась. Мы стали как родные. Присягаюся. Я не имею никакого отношения к той источнике, что в них уселилась. А как так получилось, что Владимир на суде вас и не увидел? Я працювала в Италии за контрактом. Доглядала за однею старенькою. А когда контракт закинчився, то я примчала до Киева и задумала влаштуватися до Комарова. Я понимаю, ситуация дивна. Но я потом сама в усьом разобралась. Брат был пьяный. Он любил выпить. И он сам взвалился под колеса Володи. Володя невинный. А брат, это его Бог покарал. Итак, с Анной разобрались. Женщина пообещала откровенно поговорить с Комаровыми. Посмотрим, прекратится ли после этого мистика в их квартире. А пока нужно проработать версию о месте двоюродной сестры Владимира Ольги. Ну и разузнать, что там с этим мистическим порталом под кроватью Кирилла. Как бы я ни старался мыслить здраво, должен признаться, увиденное мною на скрытых камерах было в пользу мистики. Женя приехал к двоюродной сестре Владимира. Он хотел узнать, что она, как экстрасенс, видит в спальне своего племянника. Ольга сказала, что, возможно, расскажет больше, если проведет над Евгением определенный ритуал. Подержите, пожалуйста, этот предмет. Можете закрыть глаза? Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Вы пришли с обвинениями. Хотите улечить меня. Вас прислал мой брат. Ну, почему сразу улечить? Мне просто интересно ваше мнение относительно портала. Вы не верите в мистику. Зачем вам мое мнение? А я хочу поверить. Хитрец. Ну, ладно. По словам Ольги, когда ее брат собрался покупать эту квартиру, она попросила взглянуть на помещение. В комнате, запланированной под детскую, она почувствовала неладное. Здесь явно проводили ритуалы. Неоднократно. Черные маги. Их много. Но они неумелые и молодые. Они связывались с миром духов. Они... Открыли портал. Оля, какой нахрен портал? Дом сдался в эксплуатацию год назад. До этого здесь жили мать с сыном. Полгода пожили и... И съехали. Ему далеко на учебу добираться. Вова, не покупай ее. Мне тебе больше нечего сказать. Потом я помогала им с переездом. Пообщалась с местными. И все подтвердилось. Парень, который жил в комнате Кирюши, он поклонялся сатане. Домини михаик. Субтитры создавал DimaTorzok Но Вова, он верит только в материальный мир, особенно если это мир денег. Что докажешь такому человеку? Со мной он в последнее время вообще отказывается общаться. Но тем временем портал остается открытым. И с каждым днем он становится все сильнее и сильнее. Тем временем, чтобы понять, что за чертовщина происходит в квартире, Наталья вызвала экстрасенса. Я попросил Евгения поприсутствовать на сеансе. Субтитры создавал DimaTorzok Очень сильный фон. Наташа, отключите все электроприборы в квартире. Вообще всю электронику. Телефоны особенно мешают. Да, конечно, сейчас. Все, я все сделала. Нет, есть еще что-то. Разве что камеры. Женя, отключите, пожалуйста, камеры, потому что я не знаю, как это делается. Нет, не вопрос. Ну, а сейчас? Здесь столько негативной энергии. Квартира буквально распирает от нее. Человек такого бы не создал. Это другие сущности. Потусторонние, очень опасные. Вы видели портал? Нам сказали, что в детской раньше кто-то открывал портал. Ваш ребенок. У него слабая аура, и он первый, кому они навредят. Он очень большой опасности. Что же нам делать? Я проведу ритуал в его комнате. Но никому нельзя входить, и снимать также нельзя. Если нарушить это, может привести к большим неприятностям. Некоторые ритуалы нельзя проводить публично. Излучение техники, даже одна неправильная мысль стоящего рядом человека, может привести к непоправимому. Я провел в детской комнате ритуал, который отпугнул сущности. Его нужно будет провести повторно, через три дня. Но пока с уверенностью могу сказать, ужасы в этом доме прекратятся. Но той же ночью стало очевидным. Ритуал не помог. Я понял, Владимир. Успокойтесь, и главное, успокойте жену. Да, у нас есть еще две версии. Завтра мы их проработаем. Да, до свидания. Давай посмотрим видео с канавы наблюдения. Да не вопрос. Блин. Что случилось? Да я камеры установил, включил. Потом, когда экстрасенсы ритуал проводил, попросил их выключить. Я их и выключил. Вовремя. Да замотался. Что теперь? Ладно, каждый имеет право на ошибку. Завтра будем прорабатывать версию о бывших владельцах квартиры. А к Комаровым заедь, и камеры все-таки включи, и они нам еще пригодятся. Хорошо. Я попросил Женю встретиться с прежними жителями квартиры Комаровых и выяснить, проводились ли в комнате Кирилла какие-то ритуалы. Ритуалы? Да мы что, язычники какие-то в самом деле. Ну, ваши бывшие соседи утверждают, что ваш сын со своими друзьями приносили жертвы сатане. Что? Да это же бред. Ну, кто такое сказал? Я. В смысле ты? Ну, я такое сказал. Понимаете, одно время я был Готом. Или ты забыла? Наша консьержка со своими подругами задолбала нас пацанами. И? Мы сказали им, что мы сатанисты и принесем их в жертву сатане. О, Господи. И хватило же ума. Ну, я понимаю, что эта история никакого отношения к нашему расследованию не имеет. Да и порталов вы никаких не открывали. Да какие порталы? Я даже не знаю, о чем вы. Что это такое? Итак, в квартире не было никаких сатанистов и никакого портала. Однако сестра Владимира так красочно обо всем рассказывала. Неудивительно, что все ей поверили. Ей бы с таким талантом рассказчика в актрисы пойти, а не в экстрасенсы. Для меня Готика – это музыка, стиль одежды. Ну, уж точно никакие не ритуалы. Да и вообще это сто лет назад было. Но все же визит моего помощника был не напрасным. Евгений узнал, что когда супруги Комаровой уже перебрались в новую квартиру, Людмила приехала за забытыми на антресолях вещами. Сын отнес их в машину и ждал там. А Людмила с Натальей спускались с крыльца. Тогда женщина стала свидетелем довольно странного события. На чужом несчастье, счастье не построишь. Попомни, Наташа, мои слова. Пойдемте. Не прощайте меня. На чужом несчастье, счастье не построишь. Спасибо вам огромное. Не знаю, кто была эта женщина и что она имела в виду. Наташа занервничала тогда. Но расспрашивать я не стала. Не мое это дело. Необходимо было срочно выяснить, кем была эта женщина и почему Наташа не рассказала о ней в первый же день нашего расследования. Вова не первая, мамуша. Я уже была до этого в браке. А тогда приходила моя свекровь. А зачем? Вообще, почему она сказала, что на чужом несчастье, счастье не построишь? Потому что она думала, что это я виновата в смерти ее сына. А он умер от наркотиков. Хотя разве ты объяснишь убитой горем матери? Я первый раз замуж вышла очень молодой. И мой муж оказался наркоман. И когда я ушла от него, его мама хотела меня вернуть. Сначала уговаривала, упрашивала, в ногах ползала. А потом начались угрозы. Она думала, что я могу помочь его вылечить. И когда он умер от передозировки, она пришла к нам во двор и начала проклинать. Жень, да не тратьте вы время зря. Она уже несколько лет в больнице для душевнобольных. Кирилл? А, нет, не надо! Мама! Кирюша! А, нет, не надо! Кирюша, открой дверь! Кирюш! Ломайте, пожалуйста! Кирюш! Распаку, Кирюш! Мама! Мама! Когда Женя и Наталья наконец-то проникли в комнату Кирилла, они обнаружили мальчика, лежащим на полу, без сознания. В комнате явно прослеживались следы борьбы. Но никого, кроме самого ребенка, Женя не обнаружил. Попасть же в комнату никто не мог. Дверь была заперта изнутри. Что с тобой надо поговорить? Алло, скорая? Кирюш! Срочно машину по адресу Доронина, 29. Кирюша! Скажите, это телефон Кирилла? Да. Можно я его возьму? Да нет. Тролль, он был здесь. Владимир Комаров утверждает, что в комнате его десятилетнего сына поселился тролль. Он двигает вещи, пугает мальчика и пытается утащить его под кровать. Свидетелем странных событий стала домработница Анна. И сам Владимир. Единственный, кто не встречался с троллем, мама Кирилла Наталья. Однако загадочное существо разошлось не на шутку. Как мальчик пришел в себя? Да, но тошнит его, рвет с кровью. Прочти говорят, похоже, что отравление тяжелыми металлами. Странно, но Марина же тысячу раз все проверяла. Ни токсинов, ни тяжелых металлов ничего не обнаружила. Надеюсь, видео со скрытых камер поможет нам разобраться, что стало причиной появления ужасного тролля. На записи с видеокамер было видно, что мальчик играет с жабой, которую достал из террариума. Что угодно. Мальчик помешан вообще на ботанике, зоологии. Так, срочно эту жабу к Марине на экспертизу. Марина, я, конечно, с большим уважением отношусь к вашей работе, но вы уверены, что дело в лягушке? Вы же не думаете, что я или Анна тоже целовали ее? А мы ведь тоже видели этого тролля. Но если Андрей правый, и жаба действительно утруйна, то вы могли утруйтися, навіть торкаючи с террариума. А взагалі, где вы ее взяли? Я подарил Кириллу на день рождения. Он хотел собаку, а у меня аллергия на шерсть. Я спросил, что кроме собаки? Он говорит лягушку. А вы ее по интернету заказывали? Нет, купил на птичьем рынке. Приехал, говорю, мне самую большую жабу, принесли эту. Сказали, до 30 сантиметров вырастет. Вы же не думаете, что мне продали на рынке ядовитое животное? По логике нет. Мы их с лягушкой справимся, если она ядовитая. За такой экземпляр нас с вами могут и в тюрьму посадить. Илья Наумов. Герпетолог. Кандидат биологических наук. Заведующий лабораторией герпетологии Института экологии. А нас-то за что? Понимаете, такие животные запрещены в нашей стране. Где вы ее взяли? Судя по всему, на птичьем рынке. А что, эти лягушки не водятся в Украине? Нет, это исключительно американская жаба. Тот, кто ввез ее в Украину, нарушил закон. Это колорадская, так называемая галлюциногенная жаба. Единственный вид в своем семействе, секрет которого вызывает у человека реалистичные галлюцинации. А чему ее труд одеяло на всех человек? Понимаете, яд жаба выделяет из многочисленных крупных желез на теле, которые обычно представляют собой скопление отдельных ядовитых желез. Вот они по всему телу. Жаба выделяет этот яд, когда ей физически угрожает хищник. Хороший. Когда Кирилл очень шумно играл в комнате, жаба выделяла яд, который и вызывал галлюцинации у членов семьи. Кирилл чаще трогал жабу и, как любой ребенок, не всегда мыл руки. Владимир, видимо, тоже пару раз не помыл руки после питомца и поэтому был подвержен действию ее галлюциногенного яда. Помогите! Анна мыла террариум без перчаток. Попадая в слизистую, яд, выделяемый жабой, вызывал наркотическое опьянение и галлюцинации. Единственным человеком, который из-за брезгливости перед земноводными не притрагивался ни к жабе, ни к террариуму, была Наталья. Поэтому никаких галлюцинаций, в отличие от других обитателей дома, у нее не было. Торговца, который продал Владимиру ядовитую жабу, арестовали, и его ждет суд. Интересно, сколько еще ядовитых жаб, пауков, змей живет сейчас в киевских квартирах с его легкой руки? Жабу-то он зачем целовал? Мальчик? Принцессу хотел превратить. Он позже признался матери, что ведет свой блог в интернете. По развенчанию мифов. Ну и ставит иногда и такие эксперименты антинаучные. Он как знал, что она галлюциногенная? А что с жабой? Усыпили? Да нет, зачем. Передали в зоопарк. Там лягушка проживет еще лет 30. В домашнем террариуме из-за постоянного стресса она очень быстро погибала из-за переконцентрации собственного яда. Так что, получается, мы еще и животное спасли. Редактор субтитров А.Семкин